Власти Китая выступили против изменения статуса больших панд с вымирающего до уязвимого. Международный союз охраны природы пришел к такому выводу, отметив увеличение популяции. Но, по мнению многих экспертов, радоваться пока рано, пока панды еще находятся под угрозой. А к чему может привести изменение статуса животных, выяснили мои коллеги. К бамбуковым медведям с умилением относятся по всему миру. И не только благодаря внешнему виду, но и потому, что их осталось очень мало на земле. Китайская большая панда долгое время считалась вымирающим видом. Однако совсем недавно Международный союз охраны природы изменил статус этих животных с вымирающих до уязвимых. Причиной послужило увеличение численности популяции до 1864 особей. Тогда как еще 10 лет назад их было только 1600. В докладе организации подчеркивается, что такой результат заслуга Китая, который на протяжении десятилетий прикладывает усилия для сохранения вида. Но о полной победе пока еще говорить рано. Мы не должны останавливаться, потому что все еще говорим только о примерно 2000 особей. Это еще не массовое распространение, которое может считаться безопасным для популяции. Эксперты подчеркивают, хорошие новости могут быть недолговечны. Популяция больших панд разделена на 33 несвязанных друг с другом группы. Некоторые из них состоят всего из 10 особей, что влияет на генофонд и воспроизведение потомства. К тому же из-за климатических изменений может исчезнуть до трети бамбуковых лесов, в которых обитают панды. Такие угрозы, как изменение климата, рост численности населения на планете, вырубка бамбуковых лесов, браконьерство. Все это может негативно сказаться на изменении популяции больших панд. Поэтому мы должны разработать такие программы, которые обеспечат защиту вида на длительный срок. Именно поэтому власти Китая выступают против изменения статуса панд с вымирающих до уязвимых. Это означает снижение финансирования и технической поддержки со стороны международных организаций на различные мероприятия по сохранению вида. Понижение степени опасности может свести все предыдущие усилия к нулю. В Госуправлении лесного хозяйства КНР настаивают на вымирающем статусе больших панд, власть на все еще существующие угрозы для этих животных.